В окрестностях Фрианово, неподалёку от деревни Ерёмина, у реки Ширенко бьёт родник. Местные поговаривают, что необыкновенный вкус и целебные свойства его воде придают содержащиеся в земной коре частицы серебра. Чистоту воды подтверждают и недавние исследования проб. Каждый день к источнику приезжают люди со всей округи, чтобы набрать воды про запас. Ерёминский родник – уникальное место на карте Щёлковского края. Сюда приезжают люди за чистейшей водой. А ещё у этого родника есть живописная ель, на фоне которой люди любят делать. Селфи. Живём на даче в летний период и приезжаем за водичкой родниковой. Вот, конечно, отличная вода, есть своя скважина, но готовим и для питья употребляем только отсюда, потому что знаем, что она и полезная, много серебра содержит. В 2020-м природный объект вошёл в губернаторскую программу родники Подмосковья. Она предусматривает финансирование по схеме 50 на 50. Половина расходов осуществляется за счёт средств местных бюджетов, половина – на средства спонсоров. Программа финансируется 50 на 50. Мы предлагаем администрации Щёлковского района помочь фонду благотворительному с лестницей, с ремонтом лестницы и по всей территории. А весь родник мы берём на себя. Началась подготовительная работа. Руководители территориальных подразделений администрации вместе со специалистом отдела экологии выехали на место, чтобы осмотреть площадку вокруг родника и подходы к нему перед составлением окончательной сметы. У нас в Африаново много вообще родников, но вот этот родник, да, как бы пользуется вообще… То, что здесь подъезд, ну, всё-таки достаточно всё равно удобный, да. А вот удобство схода на самом деле травмоопасно, потому что ступеньки, вот я посмотрела, сколько ходило, они просто уже такие пологие стали. К обустройству родника подключился благотворительный фонд «Экология для всех». Его активисты не только занимаются сбором средств на ремонт, но и предлагают свои решения. Ими было предложено восстановить пришедшую со временем в негодность каптажную камеру для сбора воды. Организация работы по облагоустройству прилегающей территории берёт на себя администрация. Будут проведены работы по замене и установке новой лестницы, установке малых архитектурных форм и лавочек. По срокам работы должны завершиться до конца года, при условии, что пандемия не внесёт свои коррективы. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение. Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение. Сколько лет.